Примера характерные графики. Диагностическое время. Прорядка кори RU на Gm. Это здесь порядка единицы. Накоидник G средней плотности. ТАО – тепловое, Gm2 на 3. И ТАО – ягерное, L, O, C, A, D, 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 A, D. Вот здесь приведены эти характерные лимена для Солнца, для любого сверхгиганта на главной последовательности. Так, там верхом городском. Поговорить на температуру алгоритм. Солнце здесь, в любой сверхгигантов – это здесь, красная сверхгиганта – это здесь, белый карет – это здесь. Что очень важно? В теории устойчивости общательного вещей с звездами – это равенство. Время гидродинамическое – многое меньше – теплового, и многое меньше времени гидродинам. Это означает, что звезда устойчива в гидродинамическом смысле. То есть, какое бы возмущение в звезде не было, она всегда успеет подстроиться, так сказать, к гидростатическому новому состоянию. То есть, тепловое время – многое меньше ядерное, значит, что какое бы наслезло энерговое время, в процессе теплоотвода всегда успеет тепло первое настроение. И самое важное следствие из-за того, что мы получили сентимые пропорциональные темы в кубе и время ядерное пропорциональное, 1-2-2, время жизни, мы получили, что время жизни очень массивных звезд – совершенно мало. значит, теперь звезды живут на главную последовательность, 90% в своей жизни, сколько их отмерено. И потом, с ними что-то должно происходить. Значит, они становятся гигантами. Красные гиганты, клубы гиганты. Значит, звезды хотят попасть в волосы. Волосы. Значит, у нас солнце, звезды тяжелее, звезды очень массивные. Все хотят в конце своей жизни ярко себя проявить в виде гиганты. Соответственно, если мы строим, берем какое-то количество звезд, такое шаровое звездное скопление, которое родились всех в один и тот же момент, и строим диаграмму для фунга расов для таких звезды. Скопление исходов. Это основная диаграмма. Ладная последовательность. Реальное. То, что мы получим для реального скопления, будет выглядеть примерно вот так. Можно донести сюда же другое скопление. Что мы можем в отношении двух скоплений сказать, об их возрасте, например? Какое из этих двух скоплений старше, какое моложе? Дальше. Ну, тут два варианта. Левая, ставая. Очень низкую. А? Чуть еще левая. Левая, а это? Да. И что она? Более ставая. Более ставая? Да. Нет. А у нас светильные буквы. А у справа вот там температура ниже, да? Понятно. Ну, светильная должна быть маленькая, значит... Это более низкая температура. Нет. Сейчас. Вы говорите про температуру. Каждая точка весят две страны. Ниже, наверное, старше. Ну, старше. Слушай, не какая-нибудь. Где правая? Правая старше. Правая старше. Да? Да. Так есть. То есть, значит, лазер. Сначала вот звезды образовались. Они сейчас снимают эту последовательность. Первым с нее сходят самые массивные звезды. У них время жизни. Как единицы, наверное, иногда меньше. Так вот эта точка, где главная последовательность отведляется, она говорит нам возраст. То есть звезда вот в этой точке. Она сидит еще на главной последовательности. То есть ее время жизни как раз равно времени сходу с главной последовательностью. То есть вот это более молодое, это более старое скопление. То есть вот метод определения возраста жизни. Вот здесь показано, например, это реальные скопления, это вот моделирование. Справа. Соответственно, вот видите, 3 на 10-7 лет. И вот только самые, например, да, самые массивные звезды, туда уже есть красные гиганты. 6 на 10-7, вот 10-8 лет. 4 на 10-9, 4 миллиарда. Даже вот эти звезды, они уже потихоньку поездили вот сюда. Мы можем просто сравнивать, так сказать, скопление, которое мы видим. И узнать возраст, в какой момент образовалось это звездное скопление. Параметр у нас есть в массе. Значит, у нас есть минимальная масса, да, понятно, что звездность Мальца меньше, чем в осенье Мальца Солнца. Они не ведут в термогенеры. Значит, попробуйте, почему-то. В тех скоплениях вот такие чётки прямые? Значит, в тех скоплениях, ну или как, чётки приводятся? Значит, чётка вот такая, без того, чтобы разброс скопления. Нет разборки, конечно, не есть. Если вы берёте это, так сказать, настоящее скопление, то вам нужно не просто скопление, а скопление звезд, которое вы видите в один момент. То есть, если у вас звезды, в данном большом смысле скоплении звезд, звезды разного, то вы, конечно, не помните эту картинку. Вам нужно найти группу звезд, которая образовалась одновременно. А как мы это определим? Ну, как мы это определим? Это, во-первых, получится некая хорошая картинка. Второе, это второе есть. Есть такая странная звезда, по-моему. Ну, астрофизика в этом плане странная звезда, потому что мы можем строить эксперименты с объектами, которые... То есть, мы можем взять, там, как вот в термодинамике группу атомов, приготовить их и, значит, за ними наблюдать, поставить экспериментом. Хорошо. То есть, двигать звезды, взять, вот облака обжать, может быть, там, все акциализации какие-то, если не существуют, и занимаются, значит, помещаем акциалентами. Ну, пока не драться. Значит, существует верхний предел массы. То есть, мы его точно до сих пор не знаем о коже. Сейчас, по наблюдениям, он, значит, сменится и порядок 200 мостов. Но мы не уверены, значит, откуда он берется вообще, этот верхний предел. Нет, здесь вот, очень важная вещь, это, так называемый предел, так называемый предел, 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 светимости. Значит, вот у нас есть поверхность звезды. И, значит, у нас будет гамма-фланга. Мы берем негде, или вещества вблизи этой поверхности, и смотрим, что происходит. Гамма-фланга, который проходит сквозь этот цилиндр, это есть ДНТС. Значит, это площадь этого течения. ДНТС, арминаем, это цилиндр, ДНТС. Значит, ДНТС, значит, Н квадрат, это доля этой площади, значит, это энергия, которая проходит, так сказать, в другую единицу времени. Значит, часть этой энергии и поглощается, и рассеивается, значит. Согласность уравнения переноска можно считать, ДНТС, это минус, ДНТС, 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 ДНТС. Для Солнца в Снороссея, для Капа, примерно 0,4, великие, значит, сантиметр квадратный квадратный жилья. Значит, здесь в Гамма, здесь в Гаммы, То есть, сила, которая действует на этот цилиндр из-за поглощения или рассеяния света, это есть дельта РТ и есть просто вот это вот дельта Ф и односообразный знак F гамма, то есть, мы проставляем это есть дельта С, дельта Л, Это сила, которая его притягивает. Это значит, g, m на r квадрат и на массу этого кусочка вещества, то есть dS, dL и на плотность. Условие, что у нас кусочек вещества не улетает от звезды, а в целом срочно будет значительно, что r в минус, 1 в минус, 1 в минус, 1 в минус. Тогда у нас вот этот ушок атмосферы может оказаться в покое. Отсюда мы получаем сразу предел на светимость. Значит, единица на r квадрат сокращается у нас, плотность сокращается. Так, мы получаем, что светимость должна быть меньше или равна любому объекту. Существует верхний предел на светимость любого объекта, которого мы предполагаем, что нет истечения вещества. Считается, что вещества все полностью ионизированы. Ну, чтоб токсин не исчезли. Ну, да. Здесь можно пока не предполагать, что за токсин. Действовать может быть на любое по самому. Но для применения всегда используется именно токсин. Существует значение. Значит, это величина. Есть 10 в 33-й, r в секунду массы, 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 солнца. И вот есть 3 на 10 в четвертый светимый солнце, опять же выглажаем на солнце. Значит, это очень большая величина. Светимый солнце – это 10 в 33-й, r в секунду. Да, да. А вот у вас влево еще 4. 38-й. А, 38-й, виноват. Виноват. А что, 33-й. Так, значит, теперь это получил 1 тонн. Далее 3 года. И как это было в первую очередь использовано? Ну, например, много было взятых применений. Например, нашли квазары. Квази-звездные источники, которые пускают очень много энергии. Сначала думаешь, что этот объект довольно близкий. Потом померили красное смещение в экспертах и поняли, что это объект, который находится на космологических расстояниях. Ну, они находятся на космологических расстояниях, но при этом мы их видим. Соответственно, поставив оценку на их светимость, что их светимость должна быть меньше 1 тонн. Значит, все, светимость. И сразу получили массу этих объектов миллионы и миллиарды масс-солнцев. То есть, квазары это вот такие вот, ну, как мы сейчас знаем, это активные ядра галактики, на которых происходит отреция. Это черные галактики с массой миллионы и миллиарды масс-солнцев. Значит, в центре нашей галактики тоже здесь черные галактики, да? С массой, я помню, 4 миллионы и миллиарды масс-солнцев. Значит, теперь мы можем при этом... У нас есть верхний предел один тонн. Мы можем его использовать для наших более приземленных целей. Значит, мы получили, что освещилась звезды. Это формула, в которой мы можем. Четыре галактики в квадрате. Натрицампа. Есть дм. И не, например, нашли. У тебя же тут есть. Я не знаю. 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 И это значение, светимость, должно быть меньшим за прегентонского предела. Прегентонского предела. Для любой звезды. Отсюда мы сразу получаем ограничение на массу. Значит. Здесь у нас все... Эта часть была написана на звезду. Поэтому точно очистили многое, что мы получить здесь не можем. Вообще, это все то, что получилось у меня. Здесь масса. Здесь стоит вот какое-то числе и множество порядка двадцати. Медразмерный. А здесь стоит такая вот величина. Му. Корень. А в С. Поделить на Ж. Играница на Му. Кубик. И еграница на среднему глибриарному весу квадрата. Значит. Вот это, поскольку это у нас грубая оценка, в порядке величина. Вот эта величина. Двадцатка. Она может меняться. Двадцать. Тридцать. А здесь входит... Значит. Это среднему глибриарный вес. Это примерно 0,6. Да. Солнечный. А здесь входит вот замечательная вещь. Стоит... Значит. Масса. Это масса звезды. Здесь стоит атомная единица массы. Масса протона. Или масса нейтрона. А здесь стоит вот такая величина. Корень. Н. 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 Масса, которую можно построить из характерных физических константов. А прям к ним, это значит 1,6 на 10 в нему 24 грамм. Соответственно, отношение этих двух чисел гигантских, 10,5-10,24, дает гигантскую величину, которую мы берем в кубе и умножаем еще на прям куб. Оказывается, что в теории звезд существует вот такая вот характерная масса. Вот значение. Она равна примерно 1,88 масс Солнца. 1,88 – это 2, получается 40, и здесь 0,5 в квадрате и еще 4. То есть это, грубо говоря, 160 масс Солнца. Точное значение, конечно, таким образом не оценим. Но оказывается, что… Вот удивительный факт. Казалось бы, звезды – это совершенно макроскопические объекты. И тем не менее, их максимальная масса определяется через фундаментальные постоянные. То есть это в каком-то смысле удивительно, когда, если бы сказать, что, например, масса автобусов можно выносить с хорошей точностью через массу электрона, массу протона или постоянную массу. А вот с звезды, так, как она видит, эта масса входит в определение максимальной массы. Значит. Теперь, оказывается, перейдем. Все это же самое. Существует эта масса входит в еще одно замечательное выражение. А именно в массу белого карлика. Значит. Все звезды, которые умирают и которые имеют массу меньше примерно 80 масс Солнца, они вращаются в белый карлик. Белый карлик – это звезда размером с нашу Землю, грубо говоря, но с массой и порядком массы Солнца, в которой основной вклад давления даже электронный. Значит. Гравитацию создают по-прежнему электронные ядра, а давление отличится электронным. Значит. В начале 20-го герканала появились. Если вы относитесь к максимальной массы, то ее точно выражены или нет? В чем там определенность? Ну, неопределенность в том, что мы… Ну, ну… Ага. Значит. Ну, если ты ее мужу посчитали, то, что в сечение? Нет, нет. Тут можно построить, грубо говоря, хорошую модель такой звезды. Так, потому что вот это вот… Вот то, что мы используем, вот это соотношение, да? Ну Cabinet, оно же грубое, я просто взял характерную вот эту следимость… Вот это, ДА� вп 4 по ДМ, я просто, грубое заменил как АТ. Я, например,ovanТать в четвертый. Характерная, да? dość, T центральная в 4. У вас здесь грубо. Ну, а в принципе ее можно точно просчитать? Да, я боюсь, что тут столько будет всяких. Вы просто gostoledна в 200 мо столов. А есть же звезда тяжелее веков 200 мо столов Значит, вероятно, есть, но вероятно, они действуют как-то несовременно. Постоянная планка выкарпиталась из сечения Томпсона, это наша вообще идея. Постоянная планка выкарпиталась из А. А у вас есть вот эта вот. Постоянная большая. Всех на большую поставленную значение. Наша удивительность, она называется С. Бывает, когда выручают, все закопаешь. То есть исключительность наявления, распределение, цветовое давление. Есть просто, фактически это условие. Если вы пытаетесь на такую звезду массу каким-то образом аккрицировать, она будет цветовое давление, будет его выталкивать. Она просто не даст сформироваться такой звезде, как давление. Значит, вопрос в том, что действительно... По всей видимости, основная неопроявленность, помимо того, как устроен, связанная с неопроявленностью в непрозрачности. Звезды первого, ну как сказать, не первого, пока не первые, родившиеся звезды, они были совершенно другие по своим параметрам, потому что у них не было тяжелых элементов. То есть этих тяжелых элементов по массе всего 2%. Казалось бы, ерунда. Но они оказывают очень сильное влияние на непрозрачность вещества. Так, что у нас есть стекло, да, оно прозрачное. Вы добавляете по массе чуть-чуть маленькую присадку, и у вас стекло становится там. Совершенно непрозрачным. То же самое здесь. Я нигде не видел, что вы уже пытались сколько-нибудь точно это вычислить, помимо вот таких крутоцентр. Так вот, вот эта масса, она удивительным образом появляется в теории звезд. А почему тяжелые массы в ней прозрачность? Масты? Ну, что ли? Это вот парни людьми так, если могу награться. Просто на этом не уровне, если прощить, а там тяжелые вещества, а там уже глубокие. Вот знаете, уроки садиться. Нет? Ну, я не знаю, может быть, да. То есть, я знаю просто факт, что они сильно не знают, а вот как там конкретно их происходит. Ясно, что это в каком-то остром диапазоне с нейтральной, не знаю, с нейтральной. Нет. Потому что она во всем образуется. То есть, ну, взял, по-моему, в многих древнях. Это что-то первое. Тогда у вас есть помочь. Ну, мы говорим о спидовой форме сети. А когда это регент пойдет, так как по-моему. Нет. Ну, здесь теперь речь не идет. Мы говорим правду. Грубо говоря. Видимо, сверху, чего-то вокруг. Ну, да. Вот так. Так. Значит. Так вот. Смотрите. Когда мы получали ограничение на досветимость, и там же не видно все, там все, там же весь спектр был ограничение на досветимость. Ну, да. Ну и что? Там же видно. Почему вы говорите о лидерном свете? Там же есть спектр? Ну, да. У вас здесь интеграл берется. Когда вы берете вот эти все оборажения, вас становится не спектральную светимость, а постановляете полную светимость. Какая ДФ4, проинтергрируемая уже по спектру. Значит, это суммарно. Поэтому, я говорю, это грубый результат. То есть, это некая оценка. Это то, что мы прямо там точно посчитали. Берется, грубо говоря, о том, что у нас пресечения. Это негативистские электроны. Ну, надо бы там... Если для любых энергий меньше полмега, то это формула работает. А полмега там без везде почти нет. А это, ну, кислые элементы чрезвума, они никакого влияния не могут. Ну, нет. Не могут менять плотность электронная. Ну, ты же тех оборвал. Ну, если начинается... В общем, железо. Какую его основная энергия уровня? Огромная энергия. Да? Огромная энергия? Да. Ну, да. Ну, то есть, вы на карьере... Ну, то есть, вы на карьере... Ну, вы... А резонансное сечение, оно же здоровейнейшее. Вот, я знаю, по водородам, там... Просто он полностью всё поглощает, когда садится, а потом вот... Лайбональд... Заразное сечение, только известно, где знал Эльф Петтерд. Да? Чем это называется? Ну, а... Ну, конечно, резонанс. Да. Ну, вот это... Это было как-то сечение. Да, ну, это же очень южненькое. Да. Он у них довольно, да? Можно поставить... Он уже хороший, но не важно. Прозрачность влияет на самом СКЗ. Стой. Есть гуси, если мы не говорим. Да. Да. У нас вообще какие оценки, я имею в общем-то, скажу, что когда дача все сразу работает? Физия, так же есть. Ну, конечно. Это просто... Ну, что же вытешиваем. Ну, честно, что кроме сечение обе не может, но... Он просто... В чем какая? Нет. Самое главное, что здесь выпало. То есть, если вы в беке... Сечение у нас непрозрачное. То есть, сечение входит непрозрачное. Прозрачность здесь, непрозрачность здесь. У нас вращается. Она выходит. Это, конечно, результат. У вас по непрозрачности здесь ничего не может быть. То есть, структурные факторы зарываются. Потому что мы ее вынесли из-под интеграма, да? Там вынесли. И поэтому... Может быть, только вот через какое-то влияние на структуру жилки. Здесь просто так множено, но ее нет в пациентах. Единица на каппу, единица на каппу. Поэтому... Я говорю, что это очень много, как сложно, рассчитать, на самом деле, реальные, как все. Везде. Поэтому мы до сих пор не знаем точно максимальную массу 100% Сейчас, то есть, в 20-м тоже нету, что ли, каппы? Каппы нет вообще. У вас вот здесь стоит единица на каппу. А темпы наши для сведения. То есть, типа, в чем это сложно сейчас? Почему в речне это нельзя? Нет. В такой оценке посчитать можно. Но эта оценка проявляется у вас в рампах. А у вас есть. Когда мы проявляем, получается, вот здесь вот стоят. На самом деле, если стоят интегралы по структуре звезды. То есть, мы должны посчитать эту каппу, шернить во всей звезде. Она, по-моему, не постоянно, на самом деле, физически. В точке. Она у вас как-то зависит от структуры звезда. То есть, мы должны посчитать эту структуру звезды и получить вот такие вот точные уравнения. Ну, соответственно, для этого слова. То есть, если неопределенность берется из-за того, что неизвестный процент тяжелых примеров, да? Потому что, наверное... Неизвестный процент, аизвестные хорескопеления. У вас звезда химически неоднородны, в общем случае. Значит, у вас в центре, как правило, тяжелые элементы, да? То, что, например, нагорело на поверхности. Если не брать то, что было и сегодня. Да, создалась на поверхности. Когда вот делим. Так. Значит, белая карта. Вот эта масса, она вылезает в другом месте. Значит, белая карта – это вот звездический труп звезды. У звезд может быть три разновидности трубов. Значит, белая карта, нейтронная звезда и черная дыра. Вот один разновидности трубов – это белая карта. Значит, у него давление создаются электроны. Смотрите. 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 У вас есть сотранс электронов. Температура 0, давление гигантское за счёт предзявов. Да. Ну, температура 0 – это с по словам, потому что они на диаграмме техники, раз, они сидят в индукции, и температура не эфирная, по сравнению с этими температурами, по абсолютных причинах они, в общем, довольно горячие, пока не остывают. Они остывают просто, плакают, вечно. От этого давления, температура не зависит. Да, да, да. Вот он знаменатель, наверное, еще 2 пи в кубе, да? Вон! Знаменатель еще 2 пи в кубе, наверное, да? Вот для плотности. Что? Ага, стёточки. Да ладно тебе. А, да, стёточки. Сейчас я тебе не вспомню. И это у нас работает до приближения 10-6. А, стёточки. Значит, теперь, все, что нам нужно, теоремы реалов, которые мы получили до, поскольку мы работаем с точностью до константы, внутренняя энергия в порядку гравитационная. Значит, внутренняя энергия в порядку N электронных, E электронных. Программа у нас не будет сходов на нагреве в порядке G и Ea. Значит, в порядке G в январе. Итак, на грамм-й и е. И на число у беремонов масса звезды на грамм-кл. Значит, эта величина в порядке 2-го степени. Вредим рейтем очень детям на массу звезды. Значит, плотность в порядку масса на ом. И мы получаем масса на Явку, т.е. плотность втипленя 2-рекет, умножить на массу и порядок операционной энергии g m2 на m. Отсюда мы получаем компасцию. То есть, связь массы и радиус белого карлика не вырождена, а это примерно константы. Т.е. если мы рисуем диаграмму массы и радиус этих объектов, то есть масса растет из такого объекта, а радиус уменьшается. Т.е. плотность тоже увеличивается. В какого-то момента электроны становятся вырождены. Если электроны вырождены, то здесь мы должны написать г-термина ЭЦ. Тогда здесь будет все то же самое, кроме вот этого места. Значит, тут мы получаем... Г-термина ЭЦ. Так. И получаем, это... yE m на mу, вместо блогности пишем по порядку увеличения массы на rу yE в степени 1 3 должно быть равно гуляционной энергии gm2 на r r в степени 1 3 и r у вас есть единственное решение этого уравнения определять чудо массу пас кива передом выходит на константу и вот эта масса, которая называет масса чендерситкана она полна ничего удобно за вот эту штуку прямо у массы планка например у куба здесь стоит gm2 а здесь стоит величина некая константа значит, если мы записываем в размерных величинах масса чендерситкана это 5 8 3 y квадрат масса солнца и вот gm2 для гелия, урода, сварода так что у нас опять вылезает вот эта замечательная величина вот эта некая фундаментальная масса оказывается, что масса белых кабельков таких тоже вполне себе макроскопических кабельков тоже определяется через фундаментальные постоянные вот таким образом чем-то сега он был молодым астрофизиком индейское происхождение он ехал на проходе из Индии в Англию и вот на листочке вот это все придумал он, конечно, более сложный он использовал теорию полетроп с одной стороны классический раздел полетроп это звезда, у которой п или к астрофизиком в степени гамма очень по всей везде к и гамма постоянно очень красиво мимагически простаивали и использовал тогда он не дал породившую ферми-статистику и значит он был принят в Лондоне в группе Винтона величайшую диастатюзиго Винтонский предел первая модель звезды Эдингтона. Его пригласили выступить на семинаре. Эдингтон узнал его результаты. Он выстрел и сказал, что вот такие необычные объекты, пенликальники, у них есть максимальная масса. После этого встал Эдингтон и в пух и прах разнес бедно очень для себя. Он сказал, что ничего глупее в жизни не слышал. Когда люди ведут две теории. Берут нашу классическую и новую кванту. Полный эрудант. Он сказал, что должен существовать закон природы, чтобы звезда не вела себя таким абсурдным образом. Я верю, что мы его когда-нибудь откроем. Есть замечательная книжка, она русский язык переведена. Название «Инперия звезд» просто очень рассекает. На него страшно повлияло. Он уехал в Америку. Он очень многое сделал. В общем, один из всех регионов. Он улет руку запомнил на всю свою жизнь. Аргументы Эдингтона были такие как-то так. Что такое максимальная масса? Вот есть ли? Мы бросали на этих нищетки, нищетки, нищетки. Откуда он берется? Значит, ответ. Вот здесь эта штука выходит напрямую. Ответа нет. Ну как он? На самом деле, оказывается, что вот эта вот кривая в реальности, она загибается. Загибают ее разные эффекты. Значит, один из них – это вот общитель относительности. Но самое главное – это нейтронизация вещества в небольших давлениях. Ну, флотные протоны с электронами соединяются в нейтронах. Ферная энергия электронов достаточно в снахах, чтобы их превращать. И идет этот процесс рождения нейтронов. Соответственно, протонный газ уменьшает, их давление падает. И такая звезда начинает коллапсировать. То есть, она теряет свою гидродинамическую устойчивость. И начинает сжиматься. Эти галлики – есть фактически два варианта. Из чего состоит этот белый кабель. Значит, белый кабель, который получается из обычных звезд, там, значит, то, восьми-десятимого Солнца. Они состоят из самых редких изделий, потом депролерод, кислород и все. И это все, в принципе, горючее. То есть, мы еще не дошли до железного пика. Поэтому это горючее может тетонировать. И оно и тетонирует. И это есть вспышка сверхновых типа 1А. Сверхновых, в которых мы имеем космологический эффект. Значит, и существование вот этого, точного предела Чедросикара, объясняет, почему эти сверхновые принимают за стандартные свечи. То есть, всегда взрывается, ну, если мы можем определить химсосат, то есть у нас Y, всегда взрывается один и тот же объект в одной и той же массе. Одной и той же энергии. Значит, кривые блеска сверхновых 1А, точнениями, они все очень подобны друг другу. Поэтому мы можем быть более-менее уверены, что такие объекты дают нам стандартную свечу, так называемую, стандартную светимость. Поэтому, когда мы видим такие объекты, когда легкие галактики, где угодно, мы по их светимости можем узнать расстояние. Белый карлик – это отдельный вариант. Сопрос, чтобы сказать, что у них есть механизм взрыва белого карлика. А второй вариант – это когда такой белый карлик вызревает внутри массивной жирбы. Значит, каждая звезда в своей эволюции потихоньку, потихоньку внутри себя создает белый карлик. Значит, вот массивные звезды, да, 10, 15, 20 от Солнца, в их сердцевине вызревает белый карлик, состоящий из железа. Значит, звезды, как я сейчас говорю, они потихоньку, чем массивные звезды дают, тем более тяжелая элемент, она внутри себя производит. Значит, вот, если вот такая звезда внутри себя создала железный белый карлик, он тоже коллапсирует, когда масса приезжает, масса очень красивая. Но уже там взорваться ничего не может. Потому что элементы железного пылька – это наиболее связанные ядра, то есть мы можем получить дополнительные мерки, с ними не расщепляя их, не синтезируя их от них или что-либо. Поэтому такой объект коллапсирует до, так сказать, самых глубин, и тут волонят, и он вращается в электронную звезду или в черную дыру. Что-то в этом не нужно. Андрей, это не нужно просить. На самом деле, энергия взрывостных новых – это не просто, даже, так сказать, уделение, так сказать, инфекционной энергии при коллапсе. Это еще и… Нет, я думаю, смотря как коллапсирует. Значит, все сверхновые делятся по своему, так сказать, механизму на два типа. Это вот 1А – это взрыв белого канджа. Это взрывается термоядерный взрыв. То есть, чтобы такая взрыва взорвалась, она взрывается без остатка, от нее ничего не остается. Поэтому, наоборот, галлюционная энергия, она препятствует, мы должны разорвать эту галлюционную энергию. То есть, она взрывается в счет того, что вот эти вот не сгоревшие, так сказать, углероды, сонога, как он там был, синтезируются вплоть до элементов железного пика. Там у нас всякие блеска связаны с тем, что у нас лунги 56-й распадается, оба и так далее. Не верилось, только гигантское количество элементов железного пика. А вот сверхновые всех остальных типов, да, они в основном следят за счет, ну, например, за счет того, что мы из белых короликов, которые имеют массу равную примерно массе Солнца и радиус-радиус Земли, создаем нейтронную звезду, которая имеет ту же массу, но радиус там 10-15-20 км. Вот эта гравитационная энергия, сжатие анар, потом каким-то образом, пока мы вот это, собственно... Ну, тоже за минусом от того, что нейтрон подвощает электроны? Нет, там много чего, конечно. То есть, вот ферми там ниже и вся эта высаживание? Я попросил. Обратный бетеросток? Да, там идет сильная нейтронизация вещества и огромный поток нейтрина. То есть, обратный бетеросток? Да, да. И... Ну, основная энергия для этих сверхморок, это вот, как она называется, сверхновый корр коллапс, с коллапсом ядра. Это вот то, что мы... Вещество коллапсирует, и мы получаем нейтронную звезду в сердце. Мы получаем в черную игру. Здесь происходит термоядерный взрыв белого камня. Так. Это только другой. Термоядерный взрыв белого камня резко подсказывает сверхморок? Нет. А тем подсказывает нам вот, чем сверхморок. Значит... Обычная звезда, она имеет отрицательную теплоемость. Значит... В ней происходят термоядерные реакции, но они абсолютно уравновешены. Здесь у нас эта реакция чуть-чуть ускорилась, выделилось больше тепла. То у нас звезда не нагреется, а наоборот охладится у меня отрицательный теплоемость. То есть она расширится и срегулирует. Значит, и наоборот, если тепла, например, выделилось меньше, то она поджмется и ускорит эту реакцию. А здесь происходит загорание в выращенных условиях. Что это значит? Это значит, что у нас есть вот эта звезда. Она находится в уновесе. В ней в центре что-то загорелось. Но давление определяется давлением электронов, Которая... Стоит отрован и только там поправку, что и квадрат можно убить. Вот. Значит... Скольость и реакция всех страшного образа зависит от температуры. Вот началась эта реакция. Нашлось увеличение тепла. Нормально звезда расширилась и немедленно скомпенсировалась будет. А выраженная звезда, она этого не чувствует. Или на температуру наплевать. Она зависит только от плотности. Значит, эта реакция... Тепло здесь выделилось. Эта реакция ускоряется. Ускоряется, 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 ускоряется. Число звездович гигантское. И происходит вырыв. Просто потому, что до последнего момента звезда не чувствует, как вообще она выражена. Она не реагирует. Эта реакция не реагирует. Да. И все. И поэтому здесь успевает зайти катастрофическое усиление этих гермоэнергерных реакций. Как именно оно взрывает? Это тоже вопрос на физику. Семенов, когда едет, он будет про это рассказывать. Как они там считают? Дефлаграция или детонация. Что именно происходит. И что не происходит. Но грубо, смысл именно такой. Это опасность загорания в выраженных условиях. Обычно звезды тоже, что это опасность сталкивается. Но они ее более-менее проходят в опасности. Так. А он что в белом колене светит? Почему он белый? Если она нюансовая уже? Нет. Это просто тепловая энергия. Он светит. Остывает просто как болванка. Металл нагретый на белом колене. Он остывает. Он потом идет с электронной электронной гранью. Он просто перерыв. Если я вместо массы электронов поставлю массу нейтрона, я получу предел Чедарсихара номер два. А если в этот предел не входит масса электронная? То есть входит только масса электронного в модель. Она не участвует. Время, она же, так сказать, электронным газом состоит. И она, видите, начинка приматилась в нейтронную звезду. Так что уже нейтронная звезда, но нейтроны будут поприться в Пауле. Это была идея Ланда Арунс. Он публикал статью от выраженных звездок, что нейтроны также по такому подходить могут создавать. Нейтроны существуют реально. Но в них плотности настолько большие, что нельзя ходить с приближением нейтронного газа. То есть у вас там нейтроны, ну или протоны, которые есть, они находятся в режиме сильного взаимодействия. Плотность в центре, если это нейтронная звезда, плотность в центре может в десять раз превышать ядерную плотность. То есть плотность внутри атомного ведра. Два и шесть, там близь к 14 грамм. А это в десять раз больше. То есть там вещество находится, значит, это не нейтронный газ, это скорее нейтронная жидкость. То есть ферми, жидкости и очевидность? В ней эффект взаимодействия, то есть если вы записываете. В резикверской ферме, левая жизнь большая оказалась, какая разница? Даже сильнее влитамов на этом сидит. Взаимодействие сильное. А в резикверской ферме, те которые давление создают, они это самое. Это можно пренебречь и взаимодействие. Но здесь в целом пренебречь точно нельзя, потому что у вас энергия полная, внутренняя, это энергия аутентическая плюс То есть, член взаимодействия между нейтронами есть основной, он дает жесткость. Когда работа была сделана Акенгеймер, Волков, Толман. Мы считали, какая должна быть масса нейтронной звезды, если мы считаем, что это идеальная нейтронная. Максимальная масса, которую нейтронные звезды получили, 0,6 массы Солнца. Что-то такое. Максимальная масса. Да, максимальная масса. А реальная масса нейтрона везде, она заведомо больше двух. Две массы Солнца мы точно видим. Вот это все уже, это все эффекты нейтронные звезды. Все тоже, что связано с тем, что нейтронные протоны, значит, брать футенциал взаимодействия, да, ягерный трон, это будет вот такой вот степень. Уходит очень далеко. Человеку имеется вот пор, который вы не можете сжать. Возникает страшное отталкивание, когда вы пытаетесь эти нейтроны и протоны вместе соединить. А может иностранные, а может иностранные, а может иностранные. Значит, вот, и я, может, про это я буду говорить. Может, иностранные. Там может еще что угодно менять. Есть разные модели, там появляются гипероны, есть степионный конденсат. Самая элитическая вещь, вот, в которой мы сейчас работаем, это то, что там в центре таких нейтронных звезд может происходить фазный переход к кварковому веществу. То есть у вас нейтрон, это или протон, но это три кварка. Пион – это два кварка, связанные в мешке, устроено. То есть давление такое большое, что все перекрылось и расплавилось. Да, фактически. То есть у вас происходит фазный переход к… Ну, как, если протон – это как бы три кварка, мешочек из трех кварков, значит, геон из двух кварков, там происходит фазный переход, и центр такой звезды, который, может быть, звезда называется, это как бы огромный брион, что-то такое, в котором там там море, море кварков. И при этом при больших плотностях, да, у вас сначала, если у вас, вы запрещаете появляться там в соборном кварках, то у вас в любом случае туда вырезают гипероны какие-нибудь, которые смягчают уравнение стея, а в кварковом сети у вас появляется S-Quark, да, S-Quark, W-N-S. Это очень такая интересная вопрос, и, ну, тут это… Я думаю, что, если будет возможность там на лекции говорить уже, когда мы будем в этом конкретных проблемах, там я, может, про это что-то такое скажу. А вот признаки этого какие-то снаружи торчат? Признаки торчат, значит, мы имеем в виду чего… Ну, допустим, разных моделей. Да, 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 не просто торчат, а буквально экспериментаторы убивают нас, как бы на обновлении. То есть, вот у вас есть полностью сломали лекцию, но тем не менее… Значит, вот у нас есть, опять, кривая радиус массы, да. Значит, это логоритмический масштаб будет быть. Вот у нас идет белый карлик. Вот предел Чандросекара. Дальше не ушло ничего угодно. Значит, это, скажем, 5 тысяч километров. Тысяч километров – это наша масса Чандросекара, 1,4 масса Солнца. А потом у вас начинается вторая ветра. Это, значит, метронные звезды. Здесь радиус, характерный, там, 10 километров. Значит, внимание, масса – это вопрос. Мы не знаем. Были еще другие, как вы говорите? Нет, мы знаем, что она заключается от двух до трех. То есть, раньше были померены, точно померены массы Пульсаров, они были 1,4. Значит, масса – все для себя. А потом был померен Пульсаров 1,6. А вот, какого они там, пару лет назад? Это была статья Митчер. Померили массу нейтронной звезды, две массы Солнца. Смотрите, это же ограничение снизу. Сверху ограничение существует из того, что мы взяли общие уравнения, общей относительности, и предположили максимально жесткое уравнение в цене. То есть, условно, что у нас скорость звука должна быть меньше скорости света. Значит, тогда Ф – должно быть пропорциональная внутренняя энергия Е. Значит, коэффициентарь, который здесь стоит – это скорость звука в скорости света в квадрате. Значит, если вы прополучите этой единицы, вы получите максимальное жесткое уравнение в цене. Они получили, что максимальная масса во максимально жесткой нейтронной звезды – это три массы Солнца. Значит, теперь вот, как работают теоретики. Это же нужно точно знать об умении и состоянии, да? Конечно. Что происходит? Есть какая-то модель. Страйберс – масса Солнца. Вы берете какую-то модель своего взаимодействия. Там нейтроны, протоны, а может нейтроны появляются. Вы строите некую модель уравнения состояния. И строите кривую, предсказуемую в вашей модели уравнения состояния. Кривую масса радиуса. Значит, другие люди говорят, мы хотим другое взаимодействие. Или мы хотим учесть квадрате, например. У них получается такая кривая масса радиуса. А вот там другая. Значит, теперь появляются экспериментаторы. Мерят. Я говорю, там существует одна всего. По мере существует звезда с массой две массы Солнца. Мы сразу говорим, что вот эти вот кривые, которые не дотягивают, они неправильные. Они не могут обеспечить две массы Солнца. Поэтому каждое измерение, новое измерение массы нейтроновой звезды, оно убивает кучу очень хороших теорий. И мы пока не вызывали этого во всем теоретиках, так сказать, отчаяния. Но, в общем, в теоретиках не убивает. Да, да. Ну, все, наверное. Потому что, когда это была 1,6 масса Солнца, она допускала кучу всяких экзотики. Сейчас все сложнее и сложнее. Две массы Солнца люди еще утягивают. Значит, почему? Потому что самое простое там очень жесткое уравнение состояние. Такое профессиональное влияние. Как бы очень просто. Если вы говорите, что реально отверток нет, чтобы открутить. Ну, как говорите, я сиди очень изощренные виды. Таким образом, всегда можно... Притерельное уравнение состояния? Нет. Больше трех нет. То есть, реально где-то, а то между двумя и трех с этими стенами. Ну, почему же? Гравитацию можно изменить и модифицировать. Нет. 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 Это, да. Такие все интересные возможности. Хорошо. Ну, вот, первое, значит, каждая экзотика в центре, там, в линии и перронов, или чуть-чуть одно, приводит к смягчению в огне не стене, потому что вы позволяете разрывать новую степень свободы, и поэтому у вас зависимость P, а то, оно, как бы, это идеальный, входит в область меньших гамм. Показательная тема. И поэтому, ну, все сложнее становится так сделать уравнение с T, что оно одновременно содержало экзотику и при этом давало бы недоблюдаемое значение ее массы Солнца. То есть, если будет, наверное, 2,5 массы Солнца, то практически вся экзотика, скорее всего, будет исключена по всему. Кварки и прочее. Я хотел бы еще раз напомнить, что, Александр Ильич, есть еще такая очень полезная программа для техники, очень великий спектакль. Ну, да, и это правильно. Две массы Солнца было померено по эффекту Шапира. Эффект Шапира – это когда у вас лучшие это проходит в области сигма конверсового поля, значит, за счет того, что время замедляется, у вас возникает такая характерная задержка сигнала. Значит, вот я спрашиваю всяких экспериментаций, и, впрочем, нет ли каких-то других возможностей объяснить этот эффект. Ну, например, самое первое, что мне пришло в голову, грубо вокруг этого звезды, могла быть атмосфера, лучше сверху проходит через атмосферу, скоростью увеличивается, как единица на ям, и это могло, значит, вот этот эффект маскировать. Ну, они сказали, что это полный, говорят, да, такого не может, мы иначе там. Чего же не может быть еще? Изабедление энергии? Нет. Нет, никаких атмосфер, ничего. Может, там, эффект гравитации, он, как бы, во всем спектре проявляется, наверное, все равно. А это, значит, там, будет, ну, в разных, то есть, в разных числах, в разных числах, будет проходить по-разному. Таким, вот этот эффект, мы бы сразу нашли. Кто знает? Не знаю. Я тоже боец за низкие массы и тронные звезды. Мне это большие финансы. Они ничего не интересного. И для вас еще не убезли, от счастья. Так. Ладно. То есть, это вот пример звезды. Это Хиллер. То есть, это звезда, вот там, 100-150, мы не знаем, масс Солнца, которая находится, вот она. Вот она. Большая, голубая элементная, светимость, миллионов светимости Солнца. И вот с ней происходят вот такие вот кусачки. То есть, звезды, возвращаясь к пределу электрона, очень массивные звезды, они все ведут себя вот таким образом. То есть, в общем, за счет давления по тонну, в пределах электрона, они эффективно избавляются вот своей массы. Значит, такая звезда может терять массу Солнца в год. Так, теперь, значит, ну вот. Вот, собственно, опять диаграмм Дюйфенграссела. Вот, это Кири, вот у нас, сверху, самое, находится. Это все вот известные звезды. Вот наши Солнца. Так. Так. Это вот, собственно, вот Чендресикан. Изображен, что мы видим. Вот. И теперь переходим к горению. Вот насчет чего звезды горят. Так. Так. Вот. Энергия атомных ядер вонокулон. Их приведена. Вот этот пик, он соответствует гению. Отсюда видно, что, почему горение гелия – это одна из самых важнейших, самых долгих стадий эволюции везды. Потому что, сжигая гелий, мы получаем сразу, так сказать, очень значительную долю вот этой вот энергии связи. Дальше мы должны идти под железвым пивом, который струкно потраслен. То есть это могут сделать только очень массивные звезды. Так. 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 Теперь буквально несколько слов о том, как происходит горение. И, значит, у нас температура, поймем наше Солнце. Значит, К – это порядка одного тела. Чтобы у нас щеляло горение с каждого дорога, нам нужно сблить два протона. Для этого нам нужна энергия порядка E квадрат на R, и R – это 1 км. Значит, это порядка E квадрат на Hc – 1 км. А здесь Hc – это примерно 200 мр на км. Ну, и на 1 км. Значит, это больше 1 мр. Это мергия, от которой нужно затратить, чтобы сблизить два протона. Эти, значит, оценки были известны еще во времена 1 км. И, соответственно, число частиц, приводных по большинству такой мергии – это минус 1 мр на 1 км. Значит, это порядка 10 в минус 430. Такое число – это доля протонов, которая обладает данные реальгии. А число протонов в звезде типа Солнца – всего 10 в 57. То есть, с классических позиций совершенно невероятно, чтобы что-то вообще происходило. И это было известно. И Рейдингтон, он в 1 км. Он говорил, что в звездных ощущениях ядерных превращений ему вот эту простую оценку указывали и говорили, что ничего у вас горит не будет. Просто нет мероприятий. А что он посылал всех «едите-ка ищите местечко по горячее»? То есть, посылал себе «хвант». Я оказался правым в данном случае, потому что в реальности происходит следующее. И вот был такой Бёргий Гаммф на столичную, потом уменирующую Америку. И вот, ну, как-то открыл, не знаю, первый получил. И понял, что благодаря квантам эффекта возможно туннелирование. Когда частицам не нужно перелезать через весь энергетический барьер, она может за счет чистого квантам эффекта протуннеллировать туда, в центр. А что он-то здесь был для альфа-расфайда ядер. Абсолютно все то же самое работает в звездах. То есть, у нас нет ни времени, ничего для подробного объяснения. Но это надо просто запомнить и понять, что то, что звезды вообще горят – это чистый квантам эффект. В классическом мире ничего бы не горело. Если бы не вот это туннелирование, то вот эта вот простейшая оценка нам бы всегда запретила всяческое горение. А благодаря гамму, у нас, значит, это вот всякие пики, что-то горело. Значит, теперь, как осуществлять зеленогорение? В случае, две возможности. Как я уже говорил. Ход ПЭТ и ЦНО СЦИКЛ. Звезды с массой меньше, примерно полтора метра массы Солнца. Горят по, называется, ПЭТ и Протон плюс Протон. Значит, Протон плюс Протон сталкивается. То получается, значит, опять же сталкивается. Значит, это самая медленная реакция. Она и определяет вот характерное время жизни таких звезд, 10-10 лет. Значит, нам нужно столкнуть два протона, они должны протонировать, и при этом внутри, значит, один из этих протонов Он должен отродиться в нейтрон. Нейтрон, то есть нейтрон, то есть нейтрон. Так что это закон. Во-первых, мы должны это полкнуть. Во-вторых, мы должны пройти процесс слабого взаимодействия. То есть это очень малая вероятная реакция. Дальше. Вот. Битей, тушек, потай, протончик. Получается 9 пин. Коричневый галлик. Не до звезды, так сказать. То есть с нас не меньше, чем 0,8. Они свой первичный галлик сжигают по этой реакции. Так что реакция происходит уже месяц. Так что дальше есть две возможности. Первая возможность. Вот этот галлик 3. Находит еще одно вот такого же компаньона. И вращается в галлик 4. Вглевывая два сатома. Галлик 4 очень связан с галлик 4. Очень выгодно. Знаешь, что там два нейтрона, два протона находятся в состоянии со спинами противоположными. Это очень связанный галлик. Очень выгодно все перегонять именно в галлик 4. Есть вторая возможность. Галлик 3 может столкнуться с галлик 4. Потому что у нас 25% изначальности галлик 4. Где здесь где-то. Значит. Вращается в галлик 7 плюс гамма. И теперь в галлик 7. Значит, в 99,7% выше. В галлик 7 плюс галлик 4. Вращается на галлик 7. И галлик 7 плюс галлик 2,9,4. Вот. Это основная реакция. Но. В ноль. В ноль. В трех процентов случаев. В галлик 7 можно захватить протон. ВpsC плюс протон. У laying boards 8 gonna press. Так. Этот boards 8 распадается по 60 грsl� плюс метриновый. Итак, в день King OS. И две не восемь, две альфа-чтицы. Эта реакция в полную энергетику вносит совершенно поврежденный вклад. Она очень важна, сейчас объясню, почему. Таким образом, у нас есть очень простая цепочка. Два протончика, один из них вращается электрон, получается дейтерий. Дейтерий сразу хватает протона, получается геометрия. Дальше мы делим 9,3 плюс 9,3. Получаем 9,4 делили. 9,3 плюс 9,4 делили 7, который дает нам две альфа-чтицы, так или иначе. Это цепочка ППР. Она была в окна здесь изображена в машинном виде, так сказать. Почему? Важна вот эта реакция. Вот эта. Значит, здесь мы рождаем все метрины, которые здесь рождаются на всех остальных циклах. Они все имеют очень маленькие энергии. А вот эта метрина, так называемая, имеет энергию 14МФ. Соответственно, это уникальная возможность залезть в центр нашего Солнца. Мы, на самом деле, наблюдаем нашу звезду с поверхности. Мы знаем поверхностную температуру, массу, радиус. А что происходит внутри, это есть теоретики, изучающие Солнца, которые, значит, сделают такую теорию. Значит, была разработана эта цикла, все. Стали проверять. Стали проверять. Так, вот здесь показаны характеристики. Энергия максимальная. 14МФ. 6МФ. Вот спектр. От первой реакции идет ПП. Значит, он имеет очень низкую энергию. Здесь показаны пределы разных хлондонов, гадиумов и так далее экспериментов. Это идут от Берили-7. Это сторонние реакции, которые здесь тоже есть. И вот спектр распада Борова. Значит, вот люди, наверное, с времен Девиса, взяли, сказали, мы подмерим вот эти вот сборные нитрины. Они взяли огромный бак, сотни тысяч литров. Девис. Значит, и колодок. Мы будем мерить вот эту реакцию. ХЛОР-37 плюс электронные нитрины. Так, что там? Соргон. Соргон 37. Так, и эта реакция туда-сюда обратит обратную сторону. Значит. Берется этот бак. Ставится. Значит, переговорить нам надо очистить в отчеварную проблему, на которой там мог быть. И вот этот бак вывергается в характерное время, порядка месяца. Значит, эта реакция находится в равновесии. Значит, у нас получается, концентрация этого аргона, трексина, образовавшегося в этом баке, это функция от потока нитрина, который падает на этот бак. Значит, если мы можем посчитать количество этого аргона, образовавшегося в этом баке, мы посчитаем, узнаем поток нитрина, Борда. Значит, в этом огромном баке сотни километров за полтора месяца выдержки образовалось всего порядка десятка патомов этого аргона. Всего. Тем не менее, значит, их нашли, этот, и обнаружили, что поток от Солнца в 3 раза меньше, чем предсказывались в стандартной модели Солнца. Значит, это породило знаменитую проблему солнечных нитрин. Начало, когда я учился в институте, и это была еще проблема. То есть, они говорили и предлагались разные решения. Самое простое решение было, что чуть-чуть пересмотреть модель Солнца. Значит, энергоуделение, да, зависит на сколько это цикл, как ТФ4. Значит, достаточно было заменить температуру в центре Солнца в модели буквально там нескольких процентов, чтобы этот поток стал согласовываться с жизнью. Но, значит, люди, которые занимались модели Солнца, сегодня был Джон Маккаун, известная стратегия, они сказали, что нет, мы не дадим уменять наши модели Солнца, они неправильные, значит, ищите что-то другое. Значит, что-то другое, значит, то, что сейчас вообще призвано, это тот факт, что нейтрино обладает массой и ассоциирует. Какой уровень гелиевого сейсмолозия? Гелиевое? Солнечное сейсмолозие. А, солнечное сейсмолозие. Ну, вот они пока, по всем, так сказать, результатам расчета, говорят, что мы не можем это сделать. То есть, наша модель, ну, Солнца, они где-то идут. Да, 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 вы должны искать что-то другое. Вот, решение, которое было, так сказать, найдено, это то, что потом, значит, был такой же эксперимент, предложенный Кузьминым нашим великим, только там был не хлор аргонный эксперимент, а галий-германин. Значит, смысл был в том, что он мог дотянуться ниже порогов, но абсолютная идея была даже самая. И, конечно, в итоге получали все то же самое. То есть, получали полный поток решиваторию. И потом, на установке Суперкей нашли способ мерить полный поток. Например, то есть, у нас есть... На ней можно смотреть реакцию, и он, если самим самим медленно, это сном. Не, сном. Сном? Да, на тяжёлый ход. Протон плюс электрон. На обычного, Это тоже идея изменитироваться была, что нужно делать прикольки только на протяженном уровне. Могут оплатить фото продать, но это с ним. Ну, парад, ваше немного, так сказать, что нуждание получится. Я уже не помню, что не помню. Но ты ждал еще и михерик Семернов? Нет. Потому что, согласно грану и, скажем так, хлором, можно было... Нет, ну так, если мы уходим в детали данных, тогда недостаточно просто ассоциации нейтрино в вакууме. Можно резонансная ассоциация в веществе. Значит, вот Михеев Семернов и Больф Кеннштейн какая-то. Больф Кеннштейн как-то уже сообразил, что у тебя... Значит, это называется эффект Михеева Семернов и Больф Кеннштейн. Больф Кеннштейн как-то в литературе. Больф Кеннштейн сообразил только одно, что скорость распространения... Ну, то есть, что у нас постоянно нейтрино без состояности, и там работает как... Если у вас у нейтрино есть масса, то каждое, так сказать, это состояние распространяется с разной скоростью. Это, что если у вас есть плотность и концентрация электронов, меняется какой-то профиль, то есть резонансное значение, на котором особенно эффективно происходит превращение... Но резонансное компенсии – это Михеевский мнение. А то, что, в принципе, скорость распространения нейтрино зависит от плотности электронов веществ, это вот Больф Кеннштейн. Они взяли формулы Больф Кеннштейна и получили, что засунули в компьютер и увидели, что у них происходит... Ну, везде, на западе называется, вот, тремя буквами. Поэтому нечетливо. А на самом деле, вот, виталия. Есть другой пример очень хороший. Значит, по поводу сверхновых 1а. Значит, чтобы получить точное значение сверхновых 1а, значит, слово о том, кто на кого ссылается. Вот. Есть такая штучка. Значит, вот сейчас. Значит, вот. Нам сверхновые 1а, да, да? Сандарт 7а. Но, если мы получаем реальный сверхновых 1а, опять выговорив светимости, это дынь. Светимость в разных полосах, это в голубом фильтре. Значит, если мы берем сверхновые 1а, они выглядят вот таким образом. То есть, различие вот в одну эту единицу, это примерно в два с половиной раза посвятимчатые различия. Значит, их использовать как стандартные свечи нельзя. Мы с молодежи их расстояли. Но, был, может быть, такой человек, был, Псковский, который сказал, что... Давайте посмотрим на этот период. Те, которые наиболее яркие, они наиболее медленно спадают. Те, которые тусклые, они спадают очень быстро. Значит, это называется... Он это предложил. Значит, если вот мы их скорректируем на вот эту вот поправку, то, если растянутые кривы в леске, действительно, становятся очень-очень похожими. И по ним уже можно мерить космологию. Вот это вот. Картинка «Вскоренное решение сирена, открытая в сверхновом 1а». Значит... Так вот, Псковский это предложил. Где он там? Псковский это предложил. Долгие годы за нём не тренисовался. А потом у него создался Филипс. И, значит, в западной литературе это стали, так сказать, использовать. Вот эти люди получили Нобелевскую премию, да, вон там, за это дело. Первому прошли тырист. И теперь во всей иностранной литературе этот эффект заслужен, называется, отношением Филипса. Ну, Псковского вообще нет. Причём там их нашему премию пишут статью, зону. Значит, это... И ссылается он, как бы, это и эффект. Мы, благодаря... Получили нашу логическую премию, вот это... Отклибрование сиренового 1а, благодаря эффекту Филипса. Какой тут Псковский? Какого Псковского? Так что... В Филипсе, наверное, ситуация была совсем другая. То есть, там... Проблема была, что они не могли отпубликоваться. Своей... Не знаю... Резонансовый конверсий. А у меня... Я за рецендирую. Я там же самоклевал. Да, но... Интересно была ситуация такая, что... Они отчаялись опубликоваться, где бы это ни было... Прямо... 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 Почему? Они... И... 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 Из Яя... И... 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 И институт. Я и... 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 Потому что специалисты, которые перецензировали, они смотрели на слово «солнце» и сразу отправляли это в корзин. Реально они публиковались первый раз за границей, и статью никто не заметил, кроме ее заметил Кабима. И на одной из конференций он в своем заключительном слое, он сказал, что есть замечательная идея, которая позволяет разрешить проблему недостаточности, условно говоря, внутренней консуляции, для того, чтобы недостаточности нарушились. И после этого... У нас есть большая обновная статья Уфейна, но они не видны, что написано. Уже после этого прорыва. Уже сильно после того, как и Донбасса. Но вот эта идея, она у нас есть. Но вы чем-нибудь, это правильно. Совершенно верно. Мы обновлялись, как раз и наушники. Сейчас риски уже мало Каби говорили. Вот эта вся физика изонансовая трансмин-конверсия, она, может быть, играет свою волю еще в сверхновую массу, в сверхновую коробку, потому что коробок лапса. Там основная доля энергии, которая выделяется, вносится с нейтрино. И я знаю, что есть этот расчет, но они, как бы, довольно мало, и не мало виден. Никогда пытаются учесть эти эффекты резонанса, резонансного конверсии разных типов нейтрино. Почему? Потому что нейтрино на первой стадии коллапса рождаются в целом электронные нейтрино. Они там заперты. А неонные эталы более-менее могут свободно выходить. Если мы можем устроить эту конверсию в неонные эталы, которые будут выходить, не теряя энергию, они будут выходить с энергией, непонятно сотен из самых центров. А потом устроить обратных конверсий, скажем, электронные, или пусть они выходят таким потоком, но доставить эту энергию в область ударного фронта, то, возможно, проблема в зеркновой решится. Это одна из возможностей. Надо регистрировать нейтрино на своих ногах. За все время, пока регистрировали только одно. 87А, больше ничего. За 27-ой году? Да. Пуфнуло. И все. Причем там сбыва, наверное, электронные гильзы. Ого! По масштабе там... Это первые, ближайшие с половиной у нас, наверное, у нас? Да. В 87А там вспыхнуло даже не иначе, было соседней, поэтому там уже буквально несколько событий, и до сих пор половина этих событий, половина мира не верит. Так сказать, говорят, над тех, что были больные. Это было зарегистрировано 4 события, а 2 люди верят. Ну, да, да. Примерно такой штаб. Потому что там стояние с этими событиями порядка 4,5 часов. И, значит, у него одну стандартную модель коллапс, кроме вот одной, которую я могу рассказать, они не укладываются. Поэтому все, как я имею в виду, западные видители просто говорят, что нет, этих событий не было. Еще бы там на своем уровне ЛВНИ не имели. Ну, Грюхова сказали, что, и подтверждение были, что сверхновые рванулы дважды. Ну, да. Ну, вот. Ну, в основном, сейчас, ну как, года три назад астрофизики, умные астрофизики, с ним согласны. Ну, я ладно, да. Так. Значит, это то, что касается того, как светят звезды из типа нашего Солнца. Значит, свет. Звезды более мощные. А есть два варианта. У них, конечно, народ. Ничего. В более интересном области. Значит, это называется цельного цикла. Чтобы его понять, надо же ген то, что-то. Значит, я рисую флет, Н, гиограмму. А если это число протонов, а если это число витронов, 6, 7, 8, 9, так не хватит, С, Н, О, Р. 6, 7, 8, 9, так. Этого. Так. Вот. Так. 6, 7, 8, 9, 8, 9, 15, 15, 16, 21, Нам нужно два процесса. Вот этот процесс и расслабить протоны, а вот этот процесс и плюс нём. Теперь мы начинаем с углероза. У нас есть звёздки нашего поколения, у которых есть 2% тяжёлых элементов. Глероза, азот в них уже есть. Это углероза. Начнём с углероза. Глероз С12. Можно захватить протон, альгамма. Мы идём сюда. Вращается в азот 12. Отклоняться далеко от диагонали нам не выглядит. Азот 13 распадается, где плюс нём С13. С13. С13 захватывает снова протон. Глероза. Получается азот 14. Азот 14 снова захватывает протон. Азот 15. Кислород 15 агентства X, продолжается приправим. Вот такой протон, и возьмём туда три частиц. Всё, первый цикл завершился. Мы взяли мешочек из протонов и нейтронов, насовали туда четыре протона, два из них проспались и выклинули дальше частицу. Теперь O16 мог захватить протон и остаться здесь, а мог дальше захватить ещё протон, войти в сторону 100, и так далее. Будет второй цикл. Вся эта шумерия здесь написана. Вот первый цикл, вот дальше идёт второй цикл и так далее. Смысл этого в каждом цикле происходит. Мы берём первое ядро и напихаем туда четыре протона, два из них распадаются на нейтрон, и получаем одну частицу. То есть это та же самая генерация про частиц, из которых яда, углерода, азота, кислорода используются как катализаторы. Их число не меняется, знаете, этого процесса. Сколько их было в начале, столько и остаётся. То есть первый цикл вот этот, который я беру сам, он самый важный. Он, собственно, обеспечивает энергетику. Остальные эти два цикла, их в тысячу раз, по энергетике это не сравним, они дают там 26 маев на одной частиц. Их в тысячу раз меньше на один цикл такой. Тысячу раз, а это четвертый цикл еще в тысячу раз меньше. Это еще важный цикл для того, как генерироваться ядра в звёздах. Значит, вот этот цикл, по нему горят все звёзды, значит, с массой больше или порядка полторы массы Солнца. Значит, опять же, это могут делать только звёзды, так сказать, вот, современные, значит, в которых назначаем впечатление какой, что здесь уже углевод, скажем, с породом и прочим национальным. Значит, звёзды первого поконения, они могли гореть только, в какой цикл больше? Значит, вот у нас теперь приходим к эволюции звёзды. А почему цикла от массы звезда? А? Почему цикла от массы звезда есть? От какой массы? Нет. От массы звезды? Потому что, чтобы у вас, вот здесь пошла реакция, углевод захватил протон, уже очень высокие температуры. Значит, вы должны... ПП, цепочку, должны сблизить два протона. А Е должны сблизить 6 и 1. То есть у вас аммиакция, которая вам нужна, например, Z1, Z2, Е2 наверт. Вам нужна просто больше энергии, больше температуры. Поэтому он убьёт только в массивную звёздку. Значит, вот. Опять диаграмма Гольфонграсса. Горит на Тинтерштуре. Значит, где-то вот здесь, чуть выше Солнца проходит отметка. Значит, эти все горят. Так, сайном цикл. Эти будут кое-какай-какочки. Значит, горят, горят, горят. Вот здесь, в центре образуется такой звезды. В конку гелевое ядро. Народная оболочка. Когда весь центр погорает, всё. Жизнь звезды на главной последнице закончилась. Да? Он сходит с главной последнице. И что происходит? Все они входят разно. Что-то можно нарисовать в противо. И еще раз, Андрей. Когда весь водород в центре её раскладывал, когда противообразовался в гелевое ядро. Да. Звезды сходят. Значит, в главной последовательности. И что происходит? Там, наверное, всё-таки горят, как вы сами сказали, за счет изолирования. Поэтому там не просто зелья, там еще и экспонерта совсем нет. Там стоит вот гамма. Да, да, да. Я просто но имеюся по вопросу по порядку. Конечно, там стоит вот гамма-фактор. Там, где гамма-фактор, как единица, на температуру степени разнотрения. Да, да. Ну, это определяет барьер. Нет, ну, понятно. Вопрос, почему тяжелые ядра? Какой тяжелый? Это всё беспосудие, да? Безостранство осида. Вы точно в три раза. И вот эти всякие страшные числа зельцович, там, 20, да? Это как раз аппроксимация вот этих вот экспоненциальных. Всё это не то, что там законно. Это нормализация экспонентов. Конечно, да. Это просто в одном диапазоне, там, 20, угон 22, а следующий, там, Всё-то мне как-то просто. Начинаю. И, значит, в центре реакции уже не идут. И начинается что? Начинается горение водорода в слое. Вокруг, окружающим, это гелево-ядро. То есть, водород горит. И гелево-ядро потихоньку растет. Значит, звезды здесь переходят на вот эту вот стадию. Значит, температура их падает, они сильно расширяются. При этом возникает, значит, их гелево-ядро растет по своей массе, А у себя звезда сильно расширяется, они переходят в область красных гигантов. Значит? Да. Потому что по той же причине, значит, вот представьте себе, у вас есть какой-то кипящий котел, и вы нагревательный элемент подносите ещё ближе и ближе к поверхности. Но только у вас тут жидкость, а это газ просто, да? То есть, жаритесь, так страшно, да. Значит, у вас какая-то поверхность нагревательная подходит всё ближе и ближе к... Поэтому она начинает... То есть, звезда в этот момент тоже эффективно теряет массу. Значит, все звёзды с массой меньше, чем 8 масс Солнца должны превратиться в белую карьеру с массой там 1 и 4. Значит, они должны потерять весь этот избыток массы. Вот на этом этапе уже и ждёт потеря массы. Причём горение в этом тонком слое... Сначала она горит в толстом слое. Потом она начинается... По мере приближения к поверхности начинается горение в тонком слое, оно подвержено всякому роду неустойчивости это горение. И звезда начинает тоже... По тех факту, узкие массы из себя выбирать. Значит, вот она идёт и... Раздумавшись до гельза, у нас возникает вот такая вот крива идущая вверх. Значит, почему? Звезда страшно расширяется, а гелевое ядро начинает очень сильно сжиматься. Его увеличивает свою температуру. Значит, у этого гелевого ядра, у него нет источников энергии собственных. Оно начинает сжиматься. И вот в этот момент должна вступить... Должна вступить следующий этап. При альфа реанции горение гелия начаться. Конечно. Горение гелия... То есть, мы должны сделать при альфа, следую нац. Начать... Получать глиот. Как удобно. Но здесь есть своя проблема. Значит, гели очень связаны ядром. Так, гели-четыре. Есть... Пушку, к которому можешь гонять гели, он будет... Приложен... Там, ну а... Что это? Гели не будет. Туда-сюда... Реакция... И она идёт к... С... 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 Создается... Некая... Эта реакция находится в практической альфе. У гликоскопической концентрации гитаромбелизма. Он... В свою очередь... С... 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 и отказывался гореть. И тогда такой человек, Фред Хойл, тоже великий астрофизик, сказал, что вот здесь, Энергия вот этой системы делили плюс 9, там 7,37 мм. То есть он сказал, что должен существовать у углерода хват на уровень, чтобы такая реакция шла резонансовым образом. Она должна спрыгнуть еще в этот уровень, и уже потом с этого уровня в основное состояние С12. Он это предсказал. Мы знаем, что углерод как-то в нашей Вселенной получился. Значит, если не будет этого резонанса, то не будет получено углерода. И буквально через некоторое время, когда он сказал, этот уровень нашли. Этот уровень, в частности, это один из пунктов спекуляции нашего антропного принципа. Что такое антропный принцип, вы знаете, да? Это, значит, некое утверждение, что всякие параметры, законы нашей Вселенной так странно подобраны, что все идеально работает. Чуть увеличить массу протона, и, там, обычно АВД может стать неустойчивым, будет распадаться на нейтронах. Чуть что-то измени. Вот это вот один из, как бы, тоже, аргументов. Значит, чуть измени положение вот этого уровня возбуждения в атоме углерода. Это реакция немилого резонансного характера, и все наши звезды останавливаются бы на том, что производили гель. Чего явно недостаточно, ну, по крайней мере, для нас, для нашей жизни. А что это за возбуждение? А? Что это за возбуждение? Возбужденное уровень бедра. Береги осень. У пироги. А, какое-то именно там возбуждение? Ну, я не знаю. Что? Если там, я не знаю, это мальчик, да, это... То есть, трудовые дела, аргументное распоряжение. Ну, это, например, обаумник. Легкие осуществления. Это означает, что, можно ли, не знаю. Нет, но спин мой. Это же умальный спин мой. Ну, это означает, что, вот так, это же цель молочной модели, Стоит ли, где ты, где-то, ты же строишь, тоже сначала, вот, санк-призисом, в принципе. Оо! Как-то я говорю, что у тебя, реально, возбужденное получается. А почему он возбужден? Ну, по сравнению со сналою, бедра, и мёда? Нет, ну, так, у всех, у ягодов, есть кем-то разобрать. Ну, разные бывают, как буждень, это бывает. Но, какое-то подрыв. Ну, какой-то подрыв. Да, потом, значит, в одном... Вот эта реакция идёт, когда мы объединируем цель двенадцать, всё, в двадцати пяти внешних случаях этот цель двенадцать, возбуждённый, распадается обратно. Только в одном случае... В двенадцать, а сейчас... Окей, там тон и другое. Там альфан, там, это самое... Наслупить, дружи. Я уже, условно говоря, три альфа, да. Одно из них по отношению к уплосту и возбуждения. Скорее всего, это вот... И, особенно... Ну, проведем вот так, там, более нижний уровень, ну, и с этой, по-другому, и с этой, по-другому, и с этой, по-другому. Вот, и с этой, по-другому. Значит, вот этот... Традиционный переход, он здесь каскадный. Да, и он... И, по-другому, и с этой, по-другому. И, по-другому, и с этой, по-другому. Ну, уже не бывает перехода, да? Значит, вот Фред Фойл, он очень многое сделал, стратегии, в частности, эту штуку придумал. И, по-другому, и, по-другому, он был автором теории, космологической теории, которая очень интересная, несмотря на выражения Александра Дмитриевича. Значит, ну, во-первых, надо сказать, что термин «теория большого взрыва» предложил Харас Фред Хойл в одной передаче, и он был противником этой теории. И, по-другому, переводил «теорию большого взрыва». На самом деле, это большой бум. И он сказал это в издевательском томе. Сказал, а-а-а, эта теория большого бума, да и смешно. Значит, у него была теория построена на идеальном космологическом принципе. Значит, космологический принцип согласит, что первое, значит, пространство однородное, то есть все точки односторонные, и затропано все направления. И он говорит, что должна быть такая теория космологии, где и все моменты времени одинаковые. Значит, у вас, как бы, теория большого бума, значит, есть выделенная точка в прошлом, там, 13-7 миллиардов лет назад. Это абсурд. Вселенная, она, вот, должна быть идеально, и в каком-то моменте, мы берем, и сейчас моменты, и там, яркость пусть тебя, то, возможно, это и не надо. Тогда он был не 13-й миллиардов лет назад. Ну, тогда, да. Ну, понимаем. Ну, а-а-а-а. Значит, и вот он предложил такую альтернативную модель. Есть наблюдательный факт, что галактики удаляются и все прочее. То есть, он говорит, что, ну, нет ничего особенного, просто в каждом объеме пространства в определенное время рождается, ну, такой, атом водорода. То есть, протон, электрон. И это постоянное творение, оно компенсирует вот это растяжение всего протона. То есть, Вселенная вечно расширяется, галактики вечно удаляются друг от друга. Но, поскольку новое вещество постоянно рождается, то новые звезды, новые галактики рождаются, такая универсальная, скажем так, вселенная, которая в момент, что сейчас, что 100 миллиардов лет назад, что 100 миллиардов лет в будущем, она, а нет всего, полноценных. И вот потом, в смысле, болезнь Большого Бума победила по обе причины, но, тем не менее, очень была красивая теория. Он говорил, что вам требуется один большой момент рождения населения, а мне требуется постоянную материю. А мне требуется закон нарушения, закон о хранении, на что-то вам необходимо. Ну, вы творите чудо один раз на большое, а я творю чудеса постоянные. А там, как-то, нет закона. Нет, ну, понятно, но, тем не менее, очень красивая теория. Теперь у вас... С процессом рождения частицы еще и не применялось, грубо говоря, нет. Вы этого никогда не заметили, где плотность была бы у нас константливая. Магически такая же история. Нет, ну, почему нет? Ты, значит, заметил, что что-то происходит? Ну, а что? Ну, и видим, нет. Удаляйте, да. Удаление, да. Удалить галактик – это блютальный факт, который продолжал бы существовать. Вообще-все, пространство растягивается на место. Наша Вселенная становится все более-более пустой, а его Вселенная всегда будет... Да. Постоянная плотность. Что тут? Ну, такая вот идея. Значит, теперь... Когда у вас какого-то реакция загорается гелий, опять возможны два случая. Значит, звезды с массой примерно меньше, чем 2-3 массы Солнца, у них гелий загорается в выраженных условиях. Да? Что, как мы помним по судьбе белого карлика опасно? Происходит, например, гелевая вспышка. Значит, но звезда при этом не разрушается, потому что она гелевая дедра уже была достаточно горячая, то есть там нужно лишь немного поднять эту температуру, чтобы снять выражение. Но, тем не менее, значительная часть массы в момент гелевой вспышки может быть сброшена. И звезда переходит на вот эту ветвь гигантом, становится красным гигантом. Значит, дальше в ней горит гелий. И для большинства звезд этим все заканчивается. Образуется углерод С12 или еще идет реакция С12, плюс опять от частицы О16. То есть все такие звезды потихоньку. Это горение, опять же, неустойчиво. Значит, у нас звезда стоит из, я бы нарисовать, из таких слоев в центре, образовалась СО или ядро. Потом идет слой, в котором горит гелий. Потом, значит, гелий горит. Потом слой гелия. И слой, в котором горит водорога. Все эти процессы подвержены разному тепловому источнику. И звезда потихоньку теряет свою массу. Она будет в области гигантом, и потихоньку превращается в белые карлики. Значит, впоследствии этого мы видим, вот это планетарная туман вести погруз белых карликов. Значит, планетарными они развиваются, как и многое по словам, и по ошибке. Значит, люди смотрели и думали, что это вот в центре этого белой карлики звезда. Они думали, что это вот некий момент, когда происходит зарождение планетарной системы. То есть, это облако, оно потом концентрируется и прородится планетой. На самом деле, это вот звезды. А как они же в этом смысле не двигались на планете подверженных звезд? Кто не двигался? Ну, они же не двигались на ходе неподвиженных звезд, а планеты двигались. То есть, как они предполагают, что это что-то похожее на планеты? Не на планеты, а на облако, из которого потом образуются планеты. Они думали, что застали момент планетообразования. То есть, из этого облака потом, они думали, со временем сконцентрируются на планеты. Нет, планеты, они не движут подвозить на звезд, да? Нет, планеты нашей Солнечной системы. Ну, конечно. Так это звезды, удаленные от нас, там, парсики и парсики. Нет, но тогда, когда эти объекты открывались, было понятно, что они не внутри в том системе. Ну так что? И ассоциировались с планетами? Нет, не с планетами. Ну, кстати, как? Нет, то есть, ваши фамилии выглядят похожи на планеты? Нет, они не похожи не на планеты. Значит, в центре звезда, вокруг оболочка. Они считали, что они достали момент, когда вокруг звезды, это есть оболочка, из нее потом будут образовываться планеты. Из этой оболочки какие-то, это не как-то планеты. Значит, теперь вот и мы можем перейти к И самое второе, как у вас происходит Вот начнется диаграмма Бершунграссова. Вот мы идем гелевая вспышка подаем на горизонтальную вверх гигантов звезды более массивные в них здесь есть всякие петли на диаграмме Бершунграссова самые массивные, как вы видите, они горят вообще облизи дентономского предела идут практически горизонтальной специально светимости. Так что вот у нас звезды с массой примерно 2,5 образуют белый кадрик СО с массой 0,5 масса Солнца до 8 образуют белый кадрик с чуть побольше массой Вот эти вот догорают кислороды, неоны, огни с постиченностью каждым значением массы А вот более массивные догорают до железного пика То есть они образуются в центре вот такую структуру Значит в центре железо, дальше кремль, неон и так далее все-таки каждый слой здесь происходит горение своего линия И вот это вот структура звезды так называют структура пресс-сверхновой Все звезды с массой меньше примерно восьми массы Солнца они сбросят свою оболочку и пройдут в белой А вот такие более массивные звезды они в эту оболочку в звезде 25 масс Солнца 24 масс Солнца сбросим в сцене Вот этот белый капель всадящий железо начнет клапсировать вот это даст начало вслышке сверхновых всех типов кроме 1А Так? Сказал 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 и теперь тогда значит у нас есть вот такая схема Звезды с массой меньшей восьми и приходим сбрасывать оболочку образуют белый камень и дальше две возможности значит если это изолированная система то получается белый камень или система из двух белых камень а если это двойная система то на этот белый камень начинает согреться и получается взрыв сверхновы типа 1А если у нас область умеренных масс то мы получаем взрыв сверхновых кор-коллапс из коллапса ядра и очень массивные черные звезды они испытывают прямой коллапс конкретно цифры зависит от модели это последняя стадия звездной эволюции это то с чем мы занимались и прошли специальные семинары через несколько дней то бывает теория а также наблюдения по поводу процентного количества этих похоронений звездных не нет нет я говорю именно образование нейтронных звезд оно интересно само по себе вспышки новых новых кроме 1А это отдельная очень интересная проблема с нейтронными звездами у нас есть два типа два способа сделать сверхновую 1А здесь у нас есть у нас есть сверхновая 1А в двойной системе кратно больше половины есть два варианта первая у нас есть эта звезда превратилась в белый камень вторая звезда пошла на верх и раздулась и стала отрицировать в себя вещество этот белый камень взорвался при массе 1,4 массы мы получили стандартную сверхновую 1А но есть другой вариант когда они недостаточно тесны чтобы началось перетекание когда эта звезда тоже сбросит оболочку и образует систему из двух белых карликов вращающих друг вокруг друга теряют угловой момент и сближаются они сливаются и тоже вспыхают как сверхновая 1А но для этого белого мы знаем почему стандартная свеча потому что она вспыхнула с фиксированной массой равной массе тасси а здесь две звезды с производим массовым 1А 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 1 А 2А 1А 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 2А 1А 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 1 2 1 1 1 1 2 Примерно одна сверхновая, несколько сверхновых за столетие. Соответственно, это темп образования нейтронных звезд из черных дыр. Сколько рождается черных дыр, надо оценить. Но проблема в том, что в нашей галактике не было вспышки сверхновых, по крайней мере, мы не знаем сверхновых Кеплер, 1600 какой-то год. То есть уже 400 лет в нашей галактике почему-то мы не видим вспышки сверхновых. Значит, это проблема. В нашей галактике мы что-то такое видим. Как только в нашей галактике вспышка сверхновых, мы получим огромную информацию на нейтринный перескоп. Потому что если мы не будем видеть ее в оптике, она будет использована. По крайней мере, нейтрином мы увидим спокойно. Но вот эта проблема, мне кажется, в нейтринологии гораздо более важна. Это важная проблема. Потому что я читал недавно эти исследования, что мы тоже занимаемся тем, что спрашивать, сколько из сверхновых 1а, какая доля вспыхивых дали одиночной, а какая двойной. И дальше считается, что сейчас по последовательству двойных даже больше вспыхивых. А тут, тогда я не понимаю, куда берется стандартная свеча. Потому что тут сливаются 2 пилокармика с производной массой. 0,4-0,6-0,8-1,2. Почему эти вспышки должны быть стандартными свечами? Это мне совершенно непонятно. Ну? Такой вопрос. Но Солнце у нас в следующем втором поколении. А из какого типа вырыва сверхнового она образуется? Значит, тут вопрос двойных как бы. Во-первых, вещество, откуда челось, из каких этих звёзд а второе. Это мы, конечно, не знаем. Но надо смотреть статистику всех этих. Но я думаю, что примерно горло на них надо. У нас функция салпитера, образование звёзд, рождается очень мало массивных звёзд. Значит, единица на рем в степени, там, 2, еще. Очень мало массивных. Но то массивные, которые родились, она сразу проявляционировала и взорвалась. Поэтому здесь надо считать конкретно. С одной стороны, этих рождается очень много, но они очень долго живут тут. И многих возрастов привлекает плодность Вселенной. А этих рождается мало, они быстро взрываются. А второе, значит, насчёт сверхновых. По разным, значит, оценкам химического состава нашего протоопланетиночного облака, там, метеоритов и прочего. Нашли разные следы очень интересных химических элементов, которые говорят о том, что по физичности вот облака, из которого наш, вот это большое, там, регулярное облако, из которого взорвалось наше Солнце и другие компоненты, оно, скорее всего, начало коллапсировать из-за того, что рядом взорвалась близкая сверхновая. Она поджала эту облако, и оно начало коллапсировать. Потому что есть вот следы, я сейчас точно не помню каких-то, какой-то очень специфической химии, точнее, следы того, что это облако было, по сравнению даже с обычной, обогащено в близи вспыши сверхновой. Так что наше Солнце во всей юности, в большой вероятности, образовалось, благодаря близкой вспыши сверхновой. Сверхновая так работает. То есть, когда вспыхивает сверхновая, она вызывает вокруг себя зону известного образования. Те облака, которые находились внутри почти без личного состояния, действия, например, в данные волны, да, они начинают и сразу подопсируют. Наше Солнце, хим-состав, несет на себе следы кто-то и близко услышит сверхновой. А какие из всех звездных наших глаз образовались из того-то облака, что делают? А кто же знает? Галактический год 250 миллионов лет. За миллиард лет наше Солнце 4 раза образовывалось вокруг Галактики. За свою жизнь 20 раз обмоталось вокруг Галактики. Все остальные компаньоны, которые, конечно, они во время вращения где-то растеяны. Ну, так сказать, это очень естественно. Так, представьте себе, где там, скажем, в ваших конинах, кто их, наверное, когда жизнь разбросал. Да? То же самое Солнце. А шуровые скопления как? Ну, шуровые скопления, все в звездных абсолютно одинаково. Это вот такие случаи, когда облако осталось вместе. Как правило, они расположены вообще вне. Наше Солнце находится на диске Галактики. Здесь много возмущений. Оно проходит через спиральные волны плотности. Шуровые скопления расположены вокруг Галактики. Оно может висеть на диске Галактики и его никто не трогает. Потом вот так и висит шуровое скопление. Потихоньку оно испаряется. Ну, как, в принципе, это вполне себе. Ну, в принципе, это вполне себе. Ну, висит шуровые скопления – это больше скопления звезды, да? Да, это вполне себе. То есть звезды часто описывают как газ такой вот, у которых есть появление эти звезды, через скопления газ. И волны плотности, которые бегут по Анастасии в нашей Галактике, они тоже описываются в рамках почти гидродинамической газовой теории. То есть, эти волны фактически то же самое, что если у вас в Новосибирске как трясовать дорогу, а в Москве есть МКАД. МКАД. И вот в МКАД бегут те же самые волны плотности. Значит, если где-то началась пробка, то потом причины уже давно нет, а эта пробка движется, движется в МКАД. То есть, машина выезжает в пробку, какие-то выезжают, а вот эта волна плотности в МКАД вот так вот крутится. Хотя причина давно уже рассосалась. То есть, люди в Лилхуэмнии. Волна плотности то же самое, и волны плотности бегут по диску нашей Галактики. А вот в этой двойной системе, когда они сближаются, там уже идёт ещё до того, как они распространены с выбросами? Не обязательно. Почему? Я думаю, если вы говорите, что она может быть тоже стандартная в итоге, это означает, что… Нет, нет, нет. Может быть, тогда, когда всё остальное уже потерялось, а самая яркая вспышка, когда… Нет, там в основном ядка стоит. Она всё равно… Вопрос в основном ядке вспышки у вас. То есть, это вот… Как она выглядит, да? Она довольно… принимает на последних стадиях довольно специфические формы. То есть, они… Ботиариз, опять же, это даже не расчёт, это скорее такая… Вот, чтобы показать. То есть, они вот как-то в Ботиариз, возникает вот что-то… Не знаю… Вы знаете, эту форму какую-то? Кофейное зёрнышко. И взрывается. Да, конечно. Это не существенно нестационарная система. Нет, конечно. Во-первых, у такой системы, у нас все вспышки сверхновых типа 1А, значит, они с хорошей точностью… Сейчас мы посмотрим, видите, остатки их. Да, вот, например. Вот. Как говорится, это… Здесь три вспышки сверхновых типа 1А. То есть, белого карлика одна, вспышка скорка 1А. Какая? Какая? Вот, именно. Те, как вспышки сверхновых типа 1А. То есть, белого карлика одна, вспышка скорка 1А. Какая? Какая? Вот. Ну, это, наверное, что мы будем получать одинаковую эффективность. То есть, это вопрос, который надо считать. Это вот, как бы, открыто… Почему? В вашей ситуации происходит так, что, ну, я вас клубну, ну, не важно, да. Ну, не важно, да. А потом только вот идет выброс, ведь они вот еще на стадии, когда близко подошли, но и склубнулись, выбрасывали просто за счет большого момента, так сказать, все это. Ну, как, ну? Да, да. Это, конечно, что она выбросит все, что выше… Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Какой? Почему? Почему именно через… Для таких же плюсов в массочных дроссикарах ничем не выведено? А это имеет, скажем, 0,8, и это 0,8. И в массочных дроссикарах для них никак не будет. Одни вот вращаются, каждая хорошо и ниже массочных дроссикарах. И только когда они сомнются суммарной массой, он превысит массу, чем дроссикарах, но уже не 1,4 будет, а 0,8, 0,8, 1,6. И взрыв будет совсем другой. То есть, почему он должен выбрасывать? Ну, какой-то контин. На самом деле, даже процесс слияния очень медленный, для того, что это и получили. Ну, да, да. Правильно? А когда они подошли уже близко к другой улице, начали сливаться, процесс, собственно, взрыва может идти быстро. Тогда у тебя взорвется только тача, который, благодаря этой службе, остальные все ваши дроссикары, а в интернет просто сборы? Нет. Для этого они должны, вот они сливают, допустим, две одинаковые, 0,8 и 0,8. Что? А вот они соединились, две вытянутые фигурки. Пока они еще не стоплились, а в центре, но у вас должны создаться в центре условия для зажигания. То есть, плотность, температуру должны превысить или критически. Значит, если какой-то не превысит, а в другой нет. Ну что, взорвалась одна? Теопатические ответы? Какая зима? Вот я одинаковая. Какая зима? Какая зима? Какая зима? Одинаковая, это мало вероятно. Нет, но все равно. Должно есть как-то протекание, но здесь проблема в том, что... Проблема в том, что здесь у них обратное соотношение в центре. То есть, та, которая тяжелее, там меньше. Радиус. Не знаю. Я вот не видел, так сказать, никаких подробных расчетов. Вопрос. Можем тут приедем к советскому по 1А, и мы его будем пытать, на меня. Я просто вам, что это было. Еще один вопрос. Кабарин неожиданно пульсово остался. А вот в этих остальных нет. Там в центре сидят белые карлики. Ну, белые карлики, но пульсово. Нет. Я же говорю, это 1А. Это 1А. Ой, белый карлик. В центре не человек, а белый карлик, он разрывается. Понятно. Понимаешь? Он просто детонирует, где-то тут у меня в картинке расчетов таких вот. Возникает такая вот структура, и вот просто вот какие-нибудь скорости, температуры. Это была еще хорошая картинка. Наши иностранные коллеги умеют на суперкомпьютерах считать такие вещи. Считать или странные? А? Считать или странные? Нет. Они считают, но... В общем... Ну ладно, что там нет. В общем, вот возникает такая штука, его разносят просто вообще. То есть белый карлик после взрыва сверкнового огня не остается. Если после взрыва сверкновый кор коллапс остается там нейтронная звезда или черная дыра до когда взрывается один айт, ничего не остается, остается просто выпрошенная оболочка, которая обращена всякими там элементами, вплоть до элементов железного пика, и собственно благодаря в частности этому процессу мы с вами все не существуем, потому что мы состоим из железа какой-нибудь там выстрелы рот и прочее. Все это сделано в зерновом в зернове а более тяжелая проблема существует несколько механизмов это того, где делаются... Значит, чтобы делать элементы тяжелее железного пика мы должны уже затрачивать энергию максимум идет на железном пике есть несколько механизмов первое это при взрыве сверхновой и белого и корка когда ударный фронт решает все там достаточно энергии чтобы производить эти элементы нуклеосинтез хотят получить воссоздать так сказать навыдаемые ядерные составы но оказалось что пока неизвестно точно но вроде не хватает этих эффектов и сейчас же ну конечно их очень мало но их создавать энергетически не будет значит нужен какой-то очень яркий процесс и вот сейчас рассматривать вопрос что это возможно при слиянии нейтронных вирусов или в коллекционных дисках вокруг черных гир нужны какие-то места где а огромное количество энергии и б откуда эти элементы синтезированные можно еще как-то выбросить потому что мы их синтезировали остались мы их не узнаем вот такие вот слияния нейтронных звезд в результате которых порождается черная дыра и часть коллапсируют черную дыру а остальные части со страшной силой выбрасывают все это вещество уже обогащенное всякими уранами технецами и вот есть способ определения возраста звезд по анализу обеих тяжелых не только ранее но и таких других время от времени особенно последний публика сработает где определяют возраст звезды и они считают что это просто выбросить внутри звезды единственный способ получить такие тяжелые элементы внутри звезды это объекты торно-жидковые вот это способ это в нервных специальных звезд значит объект торно-жидковые такая интересная штука торн это тип торн великий астопист который недавно послалился тем что он консультировал фильм интерстелл как выбили черный экран а литкова это была его аспирантка они рассматривают систему когда у нас сквозная была система с двух звезд более более массивно провокационировалась как сверху обратилась в нейтронную звезду но система не разорвалась она осталась связана эта звезда пришла на ветвь гигантов разднулась и нейтронная звезда попала в ее оболочку и стала со спирали падать и упала в центр такой звезды это практически красный гигант в центре которого сидит нейтронная звезда на которой идет аккреция реализационный потенциал на поверхности нейтронной звезды 0.1 мы можем с высокой эффективностью получать энергию не 0 0.7 как сжигая водород а 0.1 она эта звезда съедет за счет аккреции на нейтронную звезду при этом умилляясь чудовищной энергией которая не дает просто тупо всему веществу сразу упасть вот такие объекты они были предсказаны тормом жильком как их искать это огромные звезды с огромным светимышем таких звезд на волну предсказание такое что у нас огромное выделение энергии здесь будут генерироваться все эти процессы маклеосинтеза будет генерироваться все за железным и в спектрах таких звезд будет огромное количество разных экзотических элементов технеции все что угодно за железным икором уже несколько раз я встречал статьи когда люди наблюдают звезду и говорят в ее спектре полно тяжелых экзотических элементов и это кандидат на объекты Торна-Шиткова буквально несколько месяцев назад человек на эстетике появился что не кандидат а точно мы наблюдаем объект Торна-Шиткова в центре которой находится нейтронная звезда идет аккреция и генерируются новые тяжелые элементы люди говорят что эта звезда имеет такой-то здоровый в сравнении с галактикой по объединям тяжелых ну да но это не имеет это это еще один способ генерировать это тяжелые ядры это наблюдение показывает что тяжелых элементов в нашей Солнечной системе чем ближе к Солнцу тем их больше у нас дальних обиток там вообще не надо это это связано по всем системам когда Солнечная система формировалась то есть первый не смыслили Z за железь не смыслили что у нас четыре первые планеты каменистые а дальше идут газовые гиганты считается что первый момент когда Солнечная система создавалась излучение Солнца выдуло все легкие элементы водород генериру выдуло на периферию и здесь могло образоваться только то что осталось более-менее тяжелым это образовались наши каменистые четыре планеты а газовые гиганты образовались там но дело в том что в последнее время мы же не наблюдаем много планет других звезд и что мы находим огромное количество огромная статистика что в основном преобладают горячие репитеры то есть огромные газовые гиганты которые находятся очень близко к своей звезде на орбите нашего Меркурия даже ближе то есть по современной теории образования планет они не могли образоваться в этом месте значит эти гиганты должны были как-то мигрировать к звезде а если они мигрируют то даже эти каменистые планеты образовались а Юпитер мигрирует к звезде все их раскидал или на лёте орбиты или вообще выкинул бы из японской системы поэтому это некий вопрос то есть наша Солнечная система в каком-то смысле уникальна потому что Юпитер образовавшись там где он образовался тем не менее не мигрирует как в большинстве звезда остался там где остался и служит для нас общим охранным полем по своей гравитации он отклоняет всякие объекты боится боится что рекоменды более-менее старается по крайней мере я думаю что это просто система пока обнаружения ну да тут вопрос да вопрос возможно это эффект селекции связано с тем что удобнее всего наблюдать конечно для методов но просто пока статистик очень мало есть система где находит планета то есть зоне где вода в жительном состоянии наблюдается каждым днем пока статистика на стороне горячих кипитеров наша планетная система не совсем уникальная по крайней мере совершенно не видовая это мы можем точно сказать